Ну что, мои дорогие, всем как всегда привет, всем здравствуйте, всех рада видеть на моем канале. У нас фантастически прекрасная погода, 22 градуса было вчера. Я считаю, что для начала, ну как бы начало апреля, который переходит в середину, это нонсенс. Я помню время, несколько лет назад, когда я ехала на работу, и 2-3 апреля выпал снег. Я еще была не переобута, то есть я не переобула машину, и я была в очень теплой одежде верхней. Поэтому то, что происходит сейчас, это просто прекрасно. Люди наслаждаются, люди гуляют, они все такие, знаете, уже налегке, и я вчера тоже, ну конечно же, не могла пропустить этот день. И освободилась работать чуть-чуть пораньше, и пошла тоже прогулялась, зашла в Литуаль. И вы знаете, это был крайне удачный поход в Литуаль. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как у вас обстоят дела с консультантами в ваших сетевых магазинах с парфюмерией. В Золотом Яблоке, в Литуаль. Когда я провожу прямые эфиры, когда мы обсуждаем эти темы, многие говорят о том, что, ну я с ними солидарна, что консультанты в Литуаль, они буквально ходят за тобой по пятам, они преследуют тебя, они очень навязчивые. А в Золотом Яблоке, вот со своей точки зрения могу сказать, у нас единственное золотое яблоко в городе, и, например, в отделе с декоративной косметикой, в отделе со средствами для волос, там консультантов, ну их еще надо постараться, чтобы их найти, чтобы их дозваться. Но в корнерах с нишевой парфюмерией к тебе всегда подходит, но это максимально ненавязчиво. То есть они подходят, спрашивают, чем-то вам помочь, если ты говоришь, нет, нет, мне не надо, они говорят, ну хорошо, ладно, если там надумайте, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем, подскажем и т.д. и т.п. Но в Литуаль такой политики нет. В Литуаль у нас, по крайней мере, вот куда хожу я, в два магазина Литуаль, там очень навязчивые консультанты, и хоть ты им говоришь, нет, мне не нужно помогать, если что, я к вам обращусь, так или иначе, все равно через каждые 10-15 минут они к тебе подходят. Но я вообще спокойно решаю эту проблему, я говорю напрямую, то есть если меня бесит, что за мной ходят консультанты, я это вижу, она смотрит мне в спину, то я просто к ней подхожу и говорю, вы знаете, извините, пожалуйста, но меня это отвлекает, меня это очень напрягает, я не могу сконцентрироваться на запахах, я не могу сконцентрироваться на своих эмоциях, ну типа, пожалуйста, там, уйдите, ну грубо говоря, да, и как правило они все понимают. То есть по-хорошему, по-человечески, вежливо, но я даю понять, что не надо, я сама разберусь, и что как бы мне это очень сильно мешает. И многие очень мои подписчики жалуются на охранников сети Литуаль, что типа они тоже смотрят так на тебя подозрительно, но у нас я вот такого не замечала, то есть у меня основная, ну не то, что проблема, то есть у меня основная претензия такая к консультантам. И вот вчера, о чудо, консультант меня поняла с первого раза, и все то время, пока я была в магазине, она ко мне не подходила, и никакой другой консультант тоже. Но мама говорит о том, что у тебя просто на лице все написано, типа, что не подходи, а то убьет, но это не так, это неправда, я не согласна. Просто мама знает меня лучше, и она, ну как бы она моя мама, сколько она со мной общается, а я, короче, я с этим в корне не согласна. И народу-то в магазине вчера практически не было, то есть было, вот знаете, прям раздолье. Я спокойно походила, потестировала все ароматы, которые хотела, которые у меня были выписаны. Что-то нашла, что-то не нашла, что-то новенькое к нам завезли в Литуаль, именно в сцену библиотеку. Я наносила все ароматы на блотеры, я наносила все ароматы на себя, все спокойненько подписала. Короче, без спешки, без суеты я осталась максимально крайне довольна, ничего не купила, но нанюхалась вдоволь. Вот так вот, то есть редкость на самом деле, такой поход в магазин редкость, особенно в Литуаль. Напишите мне в комментариях, как у вас обстоят дела с консультантами в сетевых магазинах, навязчивы ли они у вас, тоже ли они ходят, смотрят в спину, что-то там тестируешь, что-то там пробуешь, или их даже особо не дождешься и не дозовешься, чтобы они помогли вам с выбором, чтобы они вам что-то посоветовали. Но вот, как я сказала, у нас раз на раз не приходится. Но вчера я была очень приятно удивлена, и если мы берем золотое яблоко, то к консультантам в низшем корнере у меня вообще нет нареканий. Если ты, например, начинаешь как-то вертеть головой, они все, они сразу тут же, чем вам помочь. Давайте я вам покажу то, давайте я вам покажу это. Короче, в плане именно консультантов в золотом яблоке в отделе с сетевых лепахмерии я ставлю прям 5 баллов. Сегодня не забыла напомнить, что у меня есть канал в Телеграме. Ссылка на мой Телеграм-канал всегда есть в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Кто не знал, кто забыл, welcome, добавляйтесь. И у меня есть промокод на сайте Ламода на весь бренд одежды ТопТоп. Скидка 15%, которая применяется в корзине. Если вас что-то заинтересует, если вам что-то понравится, то перед оформлением заказа не забудьте применить промокод на скидку 15%. Ссылку на каталог бренда ТопТоп я тоже оставлю в описании под видео. О чем мы сегодня с вами поговорим? Сегодня мы с вами будем разговаривать про мои ароматы апреля, чем я сейчас пользуюсь, чем я планирую пользоваться, как полноразмерные флаконы, так и отливанты. Прям мой топчик ароматов. И сегодня будут лучшие миксы вообще, которые я открыла для себя в апреле. Лучший микс ароматов. Вы просили меня делиться, если вдруг что-то будет рождаться спонтанно, когда ароматы удачно друг с другом сочетаются. Сегодня мы про все это с вами поговорим. Большинство парфюмов, про которые я буду говорить, их можно найти на сайте парфюмерии, косметики и рандеву. Я на них оставлю ссылки в описании под видео для вашего удобства. И если вы будете совершать заказ на сайте рандеву, то не забывайте про мой промокод 10ангемина, который дает скидку 10% от суммы покупки 2500 рублей. И также будут все ароматы, которых нет на рандеву. Один аромат будет из золотого яблока, а другой аромат я чисто случайно взяла в аромабаре. Он мне, кстати, очень понравился. И, скорее всего, вот я про него скажу, да, его искать именно в распивах в вашем городе. Первая пара ароматов, с которой я хочу начать, это Dolce Canto от бренда Cine Nero и Le Atelier Parfum Salty Wood. Le Atelier Parfum ищите на сайте золотого яблока, ну, либо на сайте, либо в офлайн-магазинах. Там эти ароматы доступны, их спокойно можно купить. И вот такой вот небольшой формат, 15 мл, он получается, в принципе, достаточно выгодным по цене. С Dolce Canto от Cine Nero там все сложнее, если я правильно произношу бренд, потому что меня поправили, сказали, что надо произносить как Cine Nero. Короче, он распродан на сайте о рандеву. Как только у меня вышел ролик, спрос на аромат вырос, и аромат sold out на рандеву, его нет в наличии. Поэтому либо ждать сообщения о поступлении от рандеву, что товар снова в наличии, либо смотрите его на сайте золотого яблока, но на сайте золотого яблока он гораздо дороже и выше в цене. Но я думаю, что в скором времени все будет нормально, просто Cine Nero и аромат Dolce Canto, он не сбитый, он не популярный. И, скорее всего, на рандеву были небольшие запасы этого аромата. Поэтому я думаю, что рандеву сейчас смекнут, что спрос на аромат есть, и у них будет, может быть, еще поставка или снова появится наличие. Короче, я думаю, что все будет, ну, все будет хорошо. Я не буду говорить про каждый из этих ароматов поддельности, потому что не так-то давно вышел ролик и на Dolce Canto, и на Salti Wood. Это очень классно звучит в миксе. Salti Wood, вот эта соленая, кремовая, немного озоновая деревяшка, она дает больше свежести, больше воздуха Dolce Canto. В Dolce Canto есть сладость, но эта сладость, она пряная, она от засушенного яблока, она как будто с капелькой варенья из черной смородины. И вот Salti Wood, он делает его более дышащим и более акватическим, и в шлейфе это звучит максимально нитривиально. Я когда их мешала, ну, вообще это открытие ко мне пришло случайно, я спрашивала маму, она говорит, слушай, прикольно пахнет, и свежесть есть, и акватика есть, и как будто бы сладость есть, и остринка есть. То есть, короче, ты сразу не разберешь, чем это пахнет. Поэтому, у кого есть эти два аромата, или там у кого есть, например, Dolce Canto, можете пойти попробовать в золотое яблоко нанести, смешать для Atelier Parfum Salti Wood, потому что Salti Wood это тот аромат, который, ну, на самом деле много с чем можно смешать, если, опять-таки, вы практикуете парфюмерные миксы. Я, вот у меня сейчас такая пора, у меня сейчас такое настроение, что мне хочется миксовать ароматы. Бывают у меня еще и затишье, бывает такое, что я просто пользуюсь моноароматами, но, в принципе, Dolce Canto, вы видите, да, расход, и муж у меня тоже им пользуется, и я им пользуюсь. Короче, у меня очень часто к этому аромату тянется рука. Это топ. Вот я как считала, что это отвал всего, что это интересно, что это неизбито, что это самобытно, и что ничего похожего не встретите, так я до сих пор и продолжаю считать. Следующий тоже микс ароматов, который я уже пробовала по совету своей зрительницы, она настоятельно мне рекомендовала не один раз попробовать этот микс. Это Black of Ghana от Nazamata, и это The Ghost in the Shell от бренда Tatlipad Orange. И это вышло очень интересно. Получился, знаете, такой чистый, намытый, молекулярный Black of Ghana. Но звучит тоже классно и тоже необычно. Кто вот устал от монотонного, ну уже такого, наверное, всем приевшегося звучания Black of Ghana в чистом виде. Я никогда, кстати, не ношу Black of Ghana в чистом виде. Я всегда его мешаю с четвертой сандаловой молекулой. Короче, кто устал просто от моноафгана, попробуйте его миксовать. Это тоже тот аромат, который можно смело смешивать с другими парфюмами. И еще очень большой вопрос, кто в этом миксе над кем доминировал. Все привыкли к термоядерной стойкости Black of Ghana. И да, у меня старый флакон, старый выпуск, он очень насыщенный. У него стойкость сутками, шлейф тоже на километр. Но, на удивление, призраку в доспехах удалось присмирить брутального, дымного, характерного афганца. Ну и это очень стойко, очень шлейфово. То есть Black of Ghana становится более молекулярным. В нем появляется оттенок чистоты. Цитрус его классно обыгрывает. Но и сладость все равно в нем остается. Но в общем и целом этот тандем, это тоже просто на 5 баллов. Я еще буду пробовать, я еще буду миксовать. И теперь летом, когда я буду пользоваться афганцем, я буду его мешать с The Ghost in the Shell. Поэтому моей зрительнице, моей подписчице большое спасибо за такую наводку и за такое открытие. Следующий аромат, про который мы поговорим, это уже будет моноаромат. Я почему-то стандартно по обычаю ношу его весной. Он ко мне пришел той весной, примерно в это же время. Я его с упоением носила и летом я его носила. И нисколько я от него не оставала и не уставала. И вот сейчас, весной и летом, у меня снова тянется к ним рука. Это Lady Azex от бренда Шварцлезы Берлин. У меня вот такая вот фирменная миниатюра. Тревел-версия, не миниатюра, тревел-версия, которая идет в фирменной коробочке. У них есть тревел-версии по, если мне не изменяет память, по 10 мл, да. И ароматы в полноценных флаконах. По-моему, они идут по 50 мл. Lady Azex это очень красивая, необычная, нетривиальная, богатая кожа. Очень глубокий аромат. Но при этом он не звучит вычурно. Он не звучит навязчиво, он не звучит назойливо. Вот знаете, это кожа для тех, кто устал от комфорт тосканской кожи. Для тех, кому кожа от мема уже приелись, кому они в печенках сидят. Вот вам 100% Lady Azex от бренда Шварцлезы Берлин. Это невероятно мягкая кожа. С шафраном, с молочностью, которая окутана дымом. И он тоже разный. Весной он один, летом он другой. Весной мега круто его наносить под кожанку, под какие-то замшевые вещи. Вот у меня так он и просится. Вот именно под такой образ. И в раскрытии, особенно летом, когда тепло, он выдает легкую фруктовость. Там есть османтус, и вот оттенок абрикосовости, он в нем присутствует. И очень круто сюда вписана нота молока. То есть она дает ему мягкости, она дает ему притягательности. То есть в нем нет углов, в нем нет, как в том форт тосканской кожи, вот этого вот напора прямолинейности. Потому что том форт тосканской кожи для меня это все-таки, в общем и целом, прямолинейный аромат. Нет, эта композиция гораздо более благородна, целостна. Ну и, как я уже сказала, она богаче сделана. Искренне советую всем любителям кож, шафрана. Но шафран здесь, кстати, он и не сильно доминирует. Здесь нет йодистых оценков. Нет. Здесь именно легкая остринка, которая утопает в этой молочности. Ну, короче, крутой аромат. Обязательно, кто любит кожное направление, замшевое направление, обязательно его попробуйте. Дальше мы с вами поговорим уже про отливанки, про те парфюмы, которые я сейчас разнашиваю. Что-то брала для обзоров, что-то брала, потому что меня зацепило. Что-то будет с рандеву. И вот как раз-таки парфюм, про который мы сейчас поговорим, как я уже обмолвилась в начале видео, его нет особо в интернет-магазинах. Это редкий бренд, и его смотрите и мониторьте в распивах в своем городе, в аромабарах. Может быть, найдете эту марку у тех, кто продает ароматный распив. И это парфюм, который называется Espresso Please от бренда Glam Parfum. Сюда вообще... Почему я пришла к этому аромату? К этому аромату меня привел вот этот вот вечный поиск идеального кофе в парфюме. Я вам скажу, что это очень красиво. Сладкий, теплый, окутывающий, тягучий аромат. Это запах горячего кофе с орехово-ванильным сиропом и с шоколадной крошкой. И да, это стопроцентная гурманика. Да, она на грани, вот знаете, с чем-то съедобным. Я могу сказать, что это вкусный парфюм, но он невероятно атмосферный. Казалось бы, что ну куда? Ну куда его на весну, на лето, впереди жаркое время года? Согласна, соглашусь. То есть к этому аромату присматриваться только на прохладное время года, потому что это то, что вам подарит заряд бодрости, это аромат антидепрессант, это что-то позитивное, то, что вас согреет, то, что вас укутает. Вот как раз-таки этот аромат хочется нанести, закутаться в плед и включить себе какой-нибудь фильм с чашкой горячего какао в руках. И еще я очень не согласна с тем, что на фрагрантике плюсуют его с Black Phantom by Killian. У меня есть Black Phantom в разных выпусках, и рефил, и полноценный флакон, и при параллельном затесте я вам могу сказать, что нет. Эти ароматы не один в один, и они, в принципе, невзаимозаменяемы. Black Phantom, он именно, знаете, в нем брутальность есть, он унисекс, он на мужчинах классно раскрывается. А именно Espresso Please, он более мягкий, он более гурманский. То есть в нем больше, ну, если я скажу съедобности, это будет грубо. Ну, короче, вы поняли, да, сейчас не его время, но всем любителям кофе, всем любителям шоколада попробуйте его, найдите и протестируйте. Следующий аромат, с которым связана очень долгая и непростая история, это Memo Sherwood. Короче, я его с первого раза не поняла, заказала себе два сэмпла по полтора миллилитра с рандеву, еще в феврале, еще до поездки даже на отдых, и в холоде. Это вообще не то пальто, я расстроилась. В холоде он был для меня слишком маслянистым, слишком жирным, и роза, роза, я слышала эту розу, да плюс еще и специй, я не знала, куда от него деться. То ли было у меня не то настроение, то ли у меня было, знаете, я не знаю, короче, что-то мешало. Не в то время, наверное, я его попробовала. Я его взяла с собой на отдых, на отдыхе я мне воспользовалась. И вот сейчас, когда у нас было на улице как раз-таки 18-22 градуса, я к нему вернулась, в надежде, что может быть что-то изменится и поменяется, и вот чудо, он заиграл на мне совсем другими гранями. Я перестала в нем слышать розу. Короче, этому аромату, на мой взгляд, ну либо моей коже, ему нужно тепло. Сейчас на мне это просто нега, это нежнейший аромат, это очень красивый пудровый молочный сандал, без рассола, без кислятины, именно больше в сторону сладости. Да, есть легкая маслянистость, но она уже не мешает никакой розы. И в раскрытии чуть-чуть вот эта вот молочность, пудровость, она оттеняется легкой-легкой остринкой, легкой-легкой специальностью. Но это не вот что, взяли и горсть специй сыпанули, и получился вот такой вот специевый сандал. Нет, все-таки он больше в уходовую, в молочную, вообще просто нежнятина во флаконе. И если бы два месяца назад, в феврале, я вам сказала, что вы что, какой флакон, я вот этот вот не могу допользовать, то сейчас у меня уже закрадываются разные мысли, что вроде бы понятно, вроде бы ничего сверхъестественного, да, по уходу ему, да, нежно. Но вот хочется уткнуться, да, запястьем вот именно в этот аромат, хочется уткнуться носом в запястье с этим ароматом, хочется вот волосы свои обонять, когда он на волосах, как нежное, пушистое, воздушное облако. Я приняла решение заказать 8 мл, если будет часто тянуться рука, то возьму флакон. Но не факт, не факт, может быть 8 мл, я им наиграюсь, я же себя сейчас стопорю на полноценные флаконы, да, возможно, этих 8 мл мне хватит и на долгое время, и, ну, то есть носить, не переносить. Ну и последний аромат, который я не похваливаю, не поругаю, ровно я к нему отношусь, не могу сказать, что это сверхъестественно, но не могу сказать, что это совсем какой-то шлак, что-то плохое. Это кокос от Брендалис Верст Дугольфи. Хороший кокос в парфюмерии, на самом деле, не так часто встретишь, ну, если он не в связке с чем-то. И вот этот вот аромат, отливан этот аромат, я брала уже достаточно давно, в холод я его не поняла. Мне кажется, что его время, это как раз-таки тепло. Это ода к кокосу и ванилия, и самое интересное, что кокос здесь как будто бы окунули в море, потому что при всей своей сливочности и сладости в этом аромате есть еще на грани солоноватость. То есть, да, это даже не легкий оттенок морского бриза, нет, это вот именно как раз-таки солоноватость, как будто бы нота соли. Он даже где-то больше в уходовую пляжную тематику, санскринную. Да, просто, да, понятно, но для тех, кто ищет именно монококос, без включения туберозы, без включения ланг-ланга, каких-то других тропических цветов, да, как вот бывает, все намешают и слишком получается сливочно, плотно, сладко, цветочно, нет. Это именно сливочный, кокосовый, ванильный парфюм. И хоть он и сладкий, как я уже сказала, но, на мой взгляд, он всю свою вот эту сливочность и кремовость, уходовость, он показывает именно летом. Поэтому, кто ищет кокос, кто пробует кокос, и кому нравится такое направление, то попробуйте его потестируйте. Если не изменяет память, то на рандеву, на некоторые ароматы бренда «Лествер» до «Гольфи» на них есть от «Леванта». Вот такое вот сегодня видео, вот такая вот сегодня подборка и миксы, и от «Леванты». Пишите мне, напишите мне в комментариях, были ли у вас удачные сочетания ароматов. Вообще, миксуете ли вы ароматы, пробуете ли вы такие эксперименты? Если да, то какие ароматы у вас максимально классно получались и звучали гармонично очень в тандеме? Поделитесь со мной в комментариях. Я думаю, это не только одно, и мне будет интересно посчитать, потому что меня очень часто на прямых эфирах спрашивают про какие-то классные и интересные миксы, то есть какие ароматы можно подружить между собой. Или вы не практикуете смешивание ароматов, и вы против всего этого, и просто пользуетесь каждым ароматом в отдельности. Пишите, что вы думаете про те парфюмы, про которые сегодня рассказала вам я, что вы пробовали, что вы тестировали, ваше мнение, ваши впечатления. Также пишите, чем вы пользуетесь в апреле, каким ароматом у вас тянется рука. Может быть, это что-то больше свежее, может быть, это что-то уже такое весеннее цветочное, или вы по-прежнему сидите на каких-нибудь гурманских тяжеляках зимы, и вообще ничего такого в этом не видите. Не забывайте ставить лайк на видео, это важно. Пишите комментарии, это тоже важно, это все влияет на продвижение контента, и это все влияет на продвижение видео, чтобы канал развивался. Нажимайте кнопку колокольчик, те, кто хочет вовремя получать уведомления о выходе моих новых видео, пишите, какие подборки в дальнейшем вам интересны. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо вам как всегда за внимание. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok